И начнем с больших планов. До 2035 года в Норильске планируют построить 97 новых домов общей площадью 384 тысячи квадратных метров. Такие цифры содержатся в плане реновации нашего жилфонда. Проект этой программы, как сообщает ряд СМИ, разработали краевые и норильские власти. А в Минвосток развития его представил зампредправительства Красноярского края Анатолий Цикалов. Объем финансирования выглядит фантастическим. 84 миллиарда рублей. По мнению Цикалова, реализовать эту масштабную программу можно лишь совместными усилиями Федерального центра, краевых и муниципальных властей, а также инвесторов. В рамках разрабатываемой программы реновации в Северном городе планируется снести 45 аварийных и ветхих строений. А последний многоквартирный дом сдали в эксплуатацию в 2012 году. На ростверках на улице Комсомольской возвели три корпуса малоэтажного дома. Спустя три года Норникель построил еще один жилой дом для молодых специалистов на Ленинском проспекте. А сейчас реконструирует два дома в Толнахе. Наша инициатива поддержана Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Принято решение создать рабочую группу для доработки программы и ее согласования в профильных министерствах правительства. Норильск может стать пилотной площадкой реновации жилфонда за Полярным кругом. Сегодня он является главным промышленным городом российской Арктики. А значит, нам необходимо сделать все необходимое для его дальнейшего развития. Далее о дорожных происшествиях. Их за выходные случилось немного. Но кадры тех аварий, в которых участниками стали большие автомобили, тут же разлетелись по соцсетям. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Норильчанин оказался на скамье подсудимых за приобретение сильно действующих медицинских препаратов, запрещенных в России. И такие случаи не редкость. Любители тяжелой атлетики регулярно попадают под следствия за покупку весьма сомнительных и даже опасных препаратов. Почему груду мышц некоторые ставят выше собственного здоровья и даже свободы, пытался понять Егор Тулновский. Накачать мышцы и похудеть – нормальное желание любого мужчины. Вот только это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому довольно велик соблазн слегка его облегчить. Ну а что, съел таблетку и похудел? Или, допустим, сделал укол в мышцы, поднял пару раз штангу или гантылю? И вот у тебя уже не просто руки, а руки-базуки. Лови мою ядерную двойку с апперкотом. Вот только желание срезать пару углов на пути к совершенству может привести напрямую спортзала на скамье подсудимых. И такие случаи в Норильске есть. На скамье подсудимых вполне законопослушный гражданин. Работа, семья, дети увлекаются спортом. Вот только желание быть быстрее, выше, сильнее и привело его в казенный дом. Чтобы мышцы росли быстрее, любитель спорта решил призвать на помощь химию. Да не простую, а помощнее, которая на территории России запрещена. Через сеть интернет заказала сильные действующие препараты медицинские для личного употребления. Заказала она в Республике Беларусь. И посредством почтового отправления и перевода денежных средств безналичным способом приобрела их. И ожидала поступления на территорию города Норильска. Так как в почтовой базе был указан поставляемый продукт и адресат, задержать стереоидного контрабандиста полицейским не составило труда. У мужчин изъяли упаковку жиросжигателей и тестостероновые инъекции. И вот уже спортзал сменился скамьей подсудимых. Я хочу судить, да. Словно наказывать, свое внимание, осознавал. У того, кто от тяжеловесного спорта далек, сразу возникает вопрос. Зачем так рисковать, если приобрести нечто подобное можно и в магазине? На самом деле препарат препарату рознь. Группа одна. Но, например, у законных жиросжигателей состав совершенно иной. Только природные вытяжки и кофеин, снимающие усталость и восполняющие витаминный дисбаланс. А вот в изъятых препаратах такой набор сверхъестественного, что даже выговорить составы формул с первого раза проблематично. Во время длительных активных тренировок уровень тестостерона начинает падать. Организм вырабатывает гормон глюкокортикоид, снижающий воспаление в мышцах, но блокирующий их развитие. В результате прогресс спортсмена замедляется или останавливается вообще, достигнув физического предела. Химические препараты решают эту проблему. В Америке, ряде европейских стран и Китае некоторые разновидности данных препаратов вполне легальны. Естественно, и в каких-то странах они могут быть даже разрешены. Если человек заказывает из-за рубежа, то ему нужно ориентироваться на законодательство своей страны, которую он заказывает, которую он будет получать посылку. Просто-напросто. То есть на той стороне граница может быть вполне легальна, здесь она может быть нелегальна. Нужно проверять лично. Никаких сервисов по такому не существует. Вот и выходит, что заглядываясь на то, как легко и непринужденно заграница обрастает анаболическими мышцами, и в России многие спортсмены, рискуя и здоровьем, и даже свободой, покупают подобные препараты. По оборудованию статьи 316 УКФС, он приговорил признательное новое совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 УКФС, назначенное на указание и решение свободы на срок 3 года, которое в силу статьи 73 УКФС считает условным с испытательным сроком 3 года. Условный срок вполне мог бы быть и реальным. Суд учел наличие у подсудимого трех несовершеннолетних детей. И похожих случаев по всей России масса. В Красноярске точно за такой же проступок мужчина получил условный срок. А вот московские фитнес-тренеры условкой не отделались. Один получил 8 лет, двое других 5 и 6. Эти спортсмены не только потребляли, но и распространяли запрещенные препараты в спортклубе. В общем, стоит ли хорошо сидящая футболка и завистливые взгляды, такого риска каждому решать самому. Егор Толновский, Владислав Матвеев, новости северного города. К другим темам. Итальянский цифровой орган, который Нурникель помог приобрести Норильскому колледжу искусств, в эти дни звучал особенно ярко. В город приехала Наталья Богинская, органистка с мировым именем, инициатор Сибирского органного форума, в котором участвуют многие зарубежные музыканты. Наталья познакомилась со студентами нашего колледжа, это будут первые органисты Норильска, и дала несколько авторских концертов. Один из них благотворительный. Для юных подопечных фонда «Территория добра». Впервые в Норильске Аву и Марию исполняют на органе для детей с ограниченными возможностями здоровья, но безмерной тягой к музыке. Композиции для органа многогранны, поэтому каждый чувствует их по-разному. Считается, что благодаря особенностям мелодий слушатели органной музыки могут избавиться от телесного напряжения и даже болей. Какое-то, наверное, таинство музыки, которое уже веками хранится. Но не случайно сегодня, допустим, люди приходят на концерт, слушают произведения композиторов, которые писали в XVI-XVII веке, и слушают, затаив дыхание. Музыка кажется очень понятной, очень гармоничной. Наверное, в гармонии весь секрет. Концерт для подопечных благотворительного фонда «Территория добра» стал открытым диалогом. Исполнительница уверена, органное звучание хорошо влияет и на здоровье, и на интеллект. Полифоническая музыка разбивается на несколько мелодий, которые словно ведут постоянный разговор. Такая глубина звучания развивает фантазию слушателя. Музыка Концерт получился камерным. Это позволило новосибирской органистке поближе познакомиться с детьми и уделить каждому больше внимания. А это очень важно и для родителей. Мамы, деток, которых называют особенные детки, они станут более открытыми, более общительными, более активно будут откликаться на подобного рода мероприятия. Потому что очень в городе активно идет работа по вовлечению в благотворительность, осознанную благотворительность людей из совершенно разных сфер деятельности. С появлением инструмента исполнять фуги и симфонии на органе смогут и наши студенты-пианисты. Значит, подобных концертов в городе будет больше. Кроме того, электронный орган может звучать и в оркестре, а это открывает новые музыкальные горизонты для местных виртуозов. Василиса Матюшкина, Артем Смирнов. Новости Северного города. Это новости Северного города. Продолжаем выпуск новостями производства. И прямо сейчас смотрите интервью с руководителем направления по цифровым технологиям и системам Нурникеля Ливоном Киракосяном. Он рассказал нашей съемочной группе, почему Нурникель заинтересован темой экзоскелетов и какие планы поставили перед собой разработчики киберкостюмов. Как компания Нурникель пришла к тому, что сегодня уже тестируются и делаются первые попытки внедрения экзоскелетов в промышленное производство? Путь был, наверное, не самый легкий, но в то же время очень интересный. Мы примерно год назад начали этим заниматься. Все началось с того, чтобы вообще проверить гипотезу, а может ли экзоскелет в целом разгружать нагрузку с человека в промышленных условиях и может ли он вообще быть применим. Вот, собственно, наверное, мы первый раз там спустя три месяца после постановки такого вопроса ответили на него положительно и дальше вот начали потихонечку-потихонечку идти методом непрерывных и последовательных улучшений конструкции к тому, где мы сегодня находимся. Но вот этот вот год, насколько он плодотворен вообще? Я считаю, что очень плодотворен. Курский Юго-Западный государственный университет выступал нашим главным технологическим партнером в этом вопросе. Мы провели испытания на реальном производстве, мы выпустили не один релиз экзоскелетов. Мы потихоньку подходим к коммерческой составляющей данного вопроса. Мы начинаем обсчитывать различные способы изготовления, коммерциализации вот, собственно, в преддверии уже выхода первых предсерийных образцов. Сегодняшняя конференция подтверждает спрос на подобные изделия. Коммерческая составляющая, вот что это значит? Он скоро вступит в большую такую продажу? Да, мы планируем их продавать. Как бы пытаемся нащупать цену справедливую, какую-то рыночную, я бы так сказал. Где спрос, на каком уровне готовы коллеги покупать это. А есть ли понимание этой цены? Сколько может стоить то, что сегодня производят? Понятно. Ну, вопрос цены, как бы, безусловно, он делится на две части. То, сколько готовы заплатить, и то, сколько оно там по себестоимости стоит. На сегодняшний день стоимость образца у нас варьируется от 200 до 300 тысяч, но это идет в режиме штучного изготовления. Как бы, когда мы понимаем, что мы идем в какую-то даже мелкую серию, сразу затраты могут падать на порядок. И мы уже делали предварительные запросы цен по комплектующим или по изготовлению отдельных узлов компаниям рыночным. И очень четко этот тренд видим на цифрах. Поэтому на сегодняшний момент там себестоимость одного образца, как бы, мы понимаем, что ее нужно уменьшать. Но мы понимаем, что это, как бы, абсолютно достижимая задача, и столько он, конечно, стоит не будет. Вот здесь очень хороший вопрос в целом о бизнес-модели, которые мы будем использовать. Модели, способов коммерциализации нам на сегодняшний момент – это открытый вопрос, который нам необходимо проработать. Наверное, в дорожной карте текущего экзоскелета, если про него опять к нему возвращаться, то, наверное, в март следующего года мы должны выйти как бы именно уже с инвестиционным кейсом. Если говорить о времени, сколько понадобится времени, чтобы выйти на поток? Мы называем ту модель, которую мы сегодня сделали, не как кинематическая модель. То есть она пока не соответствует целевому промышленному дизайну, который мы разработали, который вы видели. Он у нас был разработан где-то 2-3 недели назад. Мы очень им довольны. И, соответственно, мы видим, что где-то январь-февраль у нас следующего года получится первые такие уже образцы в целевом дизайне. И далее, наверное, нам понадобится где-то около полугода на уже непосредственно проработку производственной схемы, изготовления. И, наверное, 3-4 квартал следующего года – это уже какие-то серийно выпускаемые образцы. Кто-то еще предлагает подобное в России? На сегодняшний день, недавно, кстати, была выставка ОСИ, агентство стратегического исследования. Там был отдельный стенд, посвященный экзоскелетам. И вот там как раз все, по сути дела, экзоскелеты строителей России собрались, на наш взгляд. То есть там были мы, там был Сбербанк и там был ММК. На сегодняшний день не видим себя конкурентами, потому что те продукты, которые мы производим, они, по сути дела, комплементарные и применяются для совершенно различных операций. Соответственно, пока видим, что достаточно свободная ниша. А где научиться приближать высокотехнологичное будущее? Ответ на этот вопрос знают те, кто дает дорогу юным изобретателям. Норникель запустил для школьников инженерный марафон iMake. На этой площадке ребята не только получают новые знания и генерируют идей, но и учатся воплощать их в жизнь. Инженерный марафон iMake вырос из простого конкурса юных изобретателей. И теперь, по словам организаторов, станет масштабным проектом. Он объединил в себе лучшие традиции конкурса – научно-технического марафона Arctic Pro и фестиваль о научных открытиях Arctic Wave. Первые два этапа уже состоялись. Ученики с 5 по 10 класса зарегистрировались на сайте проекта и прошли двухдневный обучающий курс на базе 6-й школы. В этом году участвовать в марафоне пожелали почти 500 школьников Норильской Дудинки. После ряда тестов число участников сократилось до 60 человек. Это только их старт и первый шаг в изобретательство. Мы назвали это все «Лигой изобретателей». Ребята изучают разные навыки юных изобретателей, решают изобретательские задачки, узнают, что такое ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, а также делают свои первые проекты уже, собственно, руками. Победители второго тура в январе поедут в Саиногорск, в зимний лагерь. Там они пройдут недельный практикум. Ребят ждут инженерные мастер-классы, ликбез по получению патента, обучение по коммерциализации изобретений. А уже весной 10 лучших конкурсантов станут участниками фестиваля научных открытий и изобретений Arctic Wave. В итоге двое победителей отправятся на международную выставку в Индонезию, а это уже становится традицией. В этом году свои изобретения представили на выставке норильские школьники Матвей Максимов и Артем Курлович. 15-летний Матвей получил бронзовую медаль за свой утилизатор для пластика. А 9-летнего Артема отметила спецпризом Министерства образования Таиланда. На выставке в Индонезии он презентовал разработку собственной зубной щетки. Вообще очень интересные были на самом деле проекты. Мне очень понравились проекты из Тайваня и из Китая. То есть на самом деле в плане информационного расширения багажа своего знаний это тоже было очень полезно. Я буду развиваться. Можно, конечно, если ее усилить, прокачать, как сказать, тогда можно попробовать сделать патент. Инженерный марафон iMake традиционно проводят в городах присутствие Норникеля, Норильске, Дудинки, Мурманской области и Забайкальском крае. Почувствовать себя инженером может каждый школьник. Виктор Пиктарь, Михаил Чернов, Геннадий Зверев. Новости с северного города. А на Руднике Октябрьском завершился ремонт сырьевой мельницы. Первый за все существование помольно-смесительного отделения. Старая мельница устарела и физически, и морально. Как-никак проработала около 40 лет. О долгожданном ремонте и уникальном цехе, который дает горнякам крепкую кровлю над головой, расскажет Александр Молодцова. Пять месяцев МС-59 или мельница сырьевая была выведена из строя. Столько времени понадобилось на самый масштабный ремонт в истории цеха. Замену барабана, агрегата. Сказать, что он был непростой, не сказать ничего. Основной сложностью это была транспортировка средней части мельницы непосредственно в цех. Для этого нам пришлось демонтировать часть фасада, построить временные железнодорожные пути. Ну и, соответственно, транспортировать сюда среднюю часть мельницы для последующего монтажа с помощью лифт-системы. Сколько времени это заняло? То событие, которое я описываю, это буквально в 7 дней. И все это без остановки производства. Почти 150-тонный барабан мельницы меняли с помощью специальной лифт-системы. Еще не каждый кран сможет поднять такую громадину. Но и на этом сложности не закончились. Монтаж этой мельницы по праву может называться одним из самых трудозатратных этапов работы. Дело в том, что в 80-х годах, когда строился этот закладочный комплекс, строители работали, по сути, на открытом пространстве. Вызводили фундаменты, устанавливали крупногабаритные оборудования и только потом возводили стены и потолок. Нынешним ремонтникам приходится работать в очень стесненных условиях. Технологически обновленный барабан практически ничем не отличается от предшественника. Его изготовили на том же Тольяттинском заводе, что и почти 40 лет назад. Но здесь это и не нужно. Конструкция надежная, прослужит не меньше, чем прежняя. В этом барабане будет происходить смешивание так называемой закладочной смеси. В помольно-смесительном отделении ее изготавливают четырех видов, которые различаются по прочности. Самый прочный – М100. Когда смесь застынет, по ней сможет проезжать даже подземная техника. В данной мельнице производится приготовление этой закладочной смеси. Это совокупность материалов. Сюда поступает гранулированный шлак, ангидрит, щебень и непосредственно цемент. После смесь приготовляется и уже поступает по трубопроводам и закладочным скважинам в подземную часть рудника. Представьте, ежегодно в стенах помольно-смесительного отделения готовится более миллиона 625 тысяч кубометров закладочной смеси. Для сравнения этого хватило бы, чтобы изваять из бетона 6 зданий «Арена Норильска» в натуральную величину. Или 18 зданий физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводят на 50 лет октября. Сейчас отремонтированная мельница уже заступила на смену. Но это еще не конец апгрейда помольно-смесительного отделения. В 2022 году планируют заменить сестру МС-59, МС-60, которая пока взяла на себя всю производительную мощность. Александра Молодцова, Андрей Казак. Новости с северного города. 12 ноября. Днем в Норильске облачно. Кратковременный снег. Ветер северный. 4,9 метра в секунду. Температура в городе минус 18, минус 21. В Дудинке до минус 22 градусов. В Дудинке до минус 22 градусов. Кстати, и в ЦИОМ провел опрос среди россиян. И выяснил, что 63% уверены, что знать иностранный язык важно и нужно. Узнаем мнение норильчан о том, какую пользу может принести такой навык. Конечно, нужно изучать иностранные языки. А что это дает, как вы думаете? Ну как, для общего развития хотя бы. Ну, чтобы ездить в страны и разговаривать на том языке, в котором они и разговаривают. Самые люди иностранные. Хочу каждый год бываем за границей, чтобы сами могли общаться. Я думаю, лучше народный, свои языки изучать. Ну, то есть, если мы в России живем, то русский? Башкирский, татарский. Почему? Все поддерживают языки? Ну, чтобы понимать, наверное, других. И, да даже элементарно, в бытовой технике, когда приобретаешь, там все равно написано на английском языке. Вся техника, да, и в других городах, когда приезжаешь куда-нибудь в рестораны, там тоже на английском. Чтобы ездить в разные страны, общаться с разными людьми. Чтобы они тебя понимали, ты их понимала. Очень много программ создается на странном языке. За границей как бы все развито, и все поэтому учат и уезжают туда. Нужно, чтобы развиваться, получать профессию. Сейчас без этого тяжело. И вот преимущество дает на рынке труда. Легче на работу устроиться? Конечно. Как видим, сколько людей, столько и мнений. Однако 50% опрошенных норильчан называют именно возможность общаться без языкового барьера главным преимуществом знания иностранного языка. На втором по значимости месте – общее развитие, возможность беспрепятственно читать инструкции к бытовой технике и пользоваться компьютером. И, наконец, возможность трудоустроиться на престижную должность. Такой же вопрос мы задали и нашим подписчикам ВКонтакте. Здесь лидирующие позиции делят саморазвитие и комфортное путешествие по миру. Еще один популярный вариант – возможность учиться работать за границей. Также мы спросили у норильчан, а за каким языком будущее? Каждый опрошенный назвал английский язык. На втором месте – китайский, немного отстает французский, за ним – немецкий. Замыкают топ востребованных языков – итальянский и греческий. Хотим мы этого или нет, иностранный язык уже часть нашей жизни. Ну а тем, кто даже после всей этой аналитики еще сомневается, учить язык или нет, покажу вот что. На страничке Всероссийского центра исследования общественного мнения есть английская версия этой статьи с исследованием об иностранном языке. Выводы делайте сами.